Понимают ли люди, что значит потерять свою родину? Нет. Это тяжело представить даже в самом страшном сне. А вот тысячи украинских семей, в том числе и семья Сотниченко, бежали из-под обстрелов из Донецкой области. Анастасия и Александр с тремя дочерями школьного возраста проживали в селе Керменчик. Чтобы спастись, взрослые дети были вынуждены около месяца провести в бомбоубежище. На тот момент многодетная мама была в положении. Когда подошел срок родов, семья уехала из страны, в Брест. Оставаться там не было смысла, и детей надо было вывозить в безопасное место. Мне рожать подходил срок, и мы выехали 6 мая с села. Мы выехали на своей машине, как раз ночью были обстрелы очередные. Соседнее село тоже мы проезжали, горели дома еще. Доехали до Донецка, там за Донецком есть городок Кировская. Мы были там, но нам помогали выезжать. То есть мы без помощи, без фильтрации, мы не проехали. Выехали в Ростов. С Ростова мы поехали в Ульяновск, ну это Россия, с Ульяновска в Москву. С Москвы нам не продали прямые билеты, потому как украинские свидетельства о рождении нам не продали билеты напрямую до Беларуси. Мы выезжали в один конец, то что вернуться будет буквально некуда. Там дома, села, если города разбивают в пух и крах, что ж там с селами. Соседние села уже не остались фактически ни одного. Там осталось, может, за нашим селом. То есть передние села, там второе отделение. Ну, Новодонецкая, Золотая Нива, их разбили полностью все. Там нет даже ни одного целого дома. Сложно, мучительно, больно покидать родину. Но здесь, в городе Бресте, семью Сотниченко приняли как родных. И сегодня, несмотря на весь мрак, который им пришлось пережить, у них есть повод для оптимизма. Сперва семье предоставили временное жилье в кризисном центре, а после помогли мужу с работой. Уже около месяца он трудится сварщиком в местном ЖРЭО. Наниматель предоставил благоустроенные комнаты в общежитии. А сейчас помогли оформить детей в школу. Красный Крест, я не знаю, я ему очень благодарна. Потому что, так как мы приехали сюда на выходные, получается, мы приехали в пятницу, заехали, вернее, уже в субботу, в полпервого ночи. И мы, они выходные, мы все-таки, ну, удалось нам связаться. Несмотря на выходной, девочка с Красного Креста, она приехала, заселила нас в РОК. Во-первых, что мы уже не на вокзале. И, опять же, продуктовые наборы, сухопайки нам тоже выделили, гигиенические наборы. Мы с дороги, у нас практически не оставалось денег совсем, все ушло на билеты. И то есть они нас поддержали, они нам помогли во всем и вообще. И в роддом тоже я попала, получается, в понедельник, полпервого ночи. И они договорились, что там, получается, ну как, мне после первых суток надо было оплачивать. Денег, допустим, опять же, нет. И они договаривались, что я лежала там бесплатно абсолютно. Вот так принимают украинцев у нас в Бресте. В рамках акции «Соберем детей в школу» многодетных и малообеспеченных семей есть возможность с помощью Красного Креста собрать своего ребенка к школе на должном уровне, чтобы 1 сентября стало настоящим праздником и в некотором смысле началом новой жизни с новыми надеждами и ожиданиями. Традиционная наша акция «Соберем детей в школу» проходит с 1 августа по 15 сентября. Это ежегодная наша акция, в рамках которой мы оказываем помощь в подготовке к школе детям из малообеспеченных семей, детям-инвалидам, из семей, признанных находящимися в социально опасном положении, детям из семей беженцев и также вынужденных мигрантов из Украины. Школьная спортивная форма, нижнее белье, чулочно-насучные изделия и другая одежда, канцелярские товары – все это для того, чтобы дети, которые пережили те ужасы войны, ощущали себя в городе Бресте как дома. Вы уже в Бресте сколько находитесь? Нравится ли тебе здесь? Если да, то что? Да, очень нравится. Мы были в цирке недавно, два-один день назад. Очень красиво. Мы увидели медведя, мы ходили на пляж, мы видели лодку, как плавает, и корабль, ну, как сказать, личный трамвай. Видели вертолет, очень много. То, что мы беженцы, не ощущаем. Здесь нет такой дискриминации. Я бы хотела сказать, что в России, допустим, все равно на нас смотрели, что мы с Украины, допустим, все равно жестче. Здесь нет. Тут, зная, что мы с Украины, люди готовы нам помочь. Помощь гуманитарного характера оказывается всем людям, которые попали в трудные жизненные обстоятельства. А еще для многих важно понимать, что есть такой центр, куда можно прийти, и тебе помогут. Не только одев и накормив, но еще и поговорят, выслушают и посоветуют. И это немало. Учитывая, что мы бежали в марте месяца в зимней одежде, причем в единственном числе эта одежда у нас была, что на нас было, то в том мы и бежали. А потом пришло лето, весна и так далее. У нас одежды не было. Мы не могли вернуться в свои дома, квартиры, потому что часть была разрушена, а часть еще была заминирована. Невозможно было ни в подъезды зайти, ничего. Поэтому то, что мы здесь получили, оно как бы нас очень даже выручало. Миссия у краснокрестовцев такая – помогать людям. Они всегда во все времена первыми приходят на помощь. Да и белорусский народ – народ, который не оставит в беде, выручит и подставит плечо. А новый кризисный центр – это новое поле для деятельности волонтеров, возможность эффективнее и качественнее организовать необходимую помощь людям, которые в ней нуждаются.